Как же прекрасно эта осень! Сразу хочется закутаться в плед, пить кофе и наблюдать за падающими листьями. А хочется ли потом их убирать? Нужна ли нам уборка опавшей листвы и какую пользу это приносит городу? Не забываем мы о том, что осенняя пора – пора дождей. Если для одних это романтика и приятная меланхолия, то для других – настоящая катастрофа. Какие дома не выдерживают столичных ливней и почему никто не решает эту проблему? Игра или угроза? В Минске все популярнее становится новая субкультура. Дети-квадроберы становятся главными героями курьезных, а иногда и опасных ситуаций. Кто они такие, чем занимаются и действительно ли это увлечение несет угрозу? Об этом и многом другом прямо сейчас узнаете о главном в программе «Вечерний Минск». С вами Каролина Прокофьева. Начинаем! Каждые полминуты слышим рев турбины самолета. Жильцы столичных пятиэтажек в Центральном районе второе лето страдают от сильного шума. Виной всему, по версии жильцов, чиллер, установленный на кровле одного из корпусов Центра «Мать и Дитя». Это такой аппарат для охлаждения жидкостей, что-то вроде кондиционера, но издает он громкий неприятный звук. Уже два раза проводили замеры и два раза фиксировали нарушения. На месяц источник шума отключили, а после – снова. Администрация района же сообщила, что уровень шума в рамках допустимого. Мы будем следить за ситуацией. Сентябрь на дворе Грабли в руки взяла Ульяна Ермоленко. Осень, как правило, красива. Город утопает в золоте, воздух наполнен запахом влажной земли и прелых листьев. Однако эта красота, как правило, недолговечна. По мере увядания природы начинается ежегодный ритуал – уборка листвы. Но стоит ли она того? Многие горожане считают эту уборку необходимой для поддержания чистоты и порядка. Мол, опавшие листья – это просто мусор, который портит вид, мешает проходу и может стать причиной заболеваний. Однако стоит ли слепо верить этому утверждению? Еще из школьного курса биологии мы помним, что листва – это естественный компост, который, разлагаясь, обогащает почву питательными веществами, необходимыми для роста растений. И, кроме того, защищает ее от промерзания. А еще, как порой приятно окунуться в детство и шаркать по листве ногами. Так зачем же убирать это золотое одеяло земли? В первую очередь, чтобы наш, собственно говоря, город, наш район выглядел красиво. Но, помимо этого, есть еще немаловажные факторы. Как только начинаются дожди, то вот эта вся сухая красивая листва, кленов или других, она, в общем-то, начинает мокнуть, преть, гнить. Соответственно, это становится своего рода аллергеном, кто страдает маслом или какими-то аллергическими реакциями. Плюс всякие мелкие жучки, сверчки, начинают там заводиться гнездо. Лишний не значит ненужный. Листья – это не просто мусор. Это естественная составляющая жизни деревьев, играющая важную роль в экосистеме. Листовой опад, как говорят биологи, обогащает почву, питает микроорганизмы и служит укрытием для мелких животных. Но это в дикой природе. А в городе же дороги, тротуары, парки и скверы очищают от разноцветной листвы, финансовые растраты и экологический ущерб. И хоть уборка имеет и ряд негативных последствий, как уничтожение естественного компоста и среды обитаний животных или насекомых, в некоторых местах ликвидация листьев неизбежна. В соответствии с правилами благоустройства, это 252-е постановление, листва убирается на расстоянии 10 метров от проезжей части. Если это, допустим, ширина газона меньше 10 метров, соответственно, вся листва убирается с проезжей части. На территории парков, больших парков, рощ, лесопарков, с этих территорий убирается только 5-метровая зона от дорожно-тропиночной сети. Возле аттракционов она точно так же убирается в полном объеме. Далее убранная листва вывозится на станцию компостирования УПМ «Инзеленстрой», где в дальнейшем идет переработка, и данная листва превращается в компост, который непосредственно входит в состав растительного грунта. С одной стороны, дело хорошее. Компост готовится в специально отведенном месте. Собственная станция компостирования мощностью 70 тысяч кубометров растительных отходов в год есть у «Инзеленстрой». Из такого объема получается около 28 тысяч кубов компоста. Но все же город лишен осени. Ведь листопад и укутанные в золото скверы и парки – это естественный процесс. Красота и вдохновение. В осенний период многие выходят на субботники и вроде бы без злого умысла облагораживают территорию, но все же не умело. Ладно, дорожки и тротуары, но зачем же отшкребать листву прямо от деревьев? Мы должны понимать, что листья – это не враги, это часть экосистемы. И такая уборка – это не решение, это проблема. Город – это не отдельно стоящая структура, а часть живой природы, и надо уважать ее законы. Искусственно созданная стерильность – это не прогресс, а отрицание окружающей среды. Листопад – это не грязь, а красота и жизнь. Ульяна Ярмоленко, Павел Мешкуть, Александр Мирошниченко, Вечерний Минск. Осень – это не только листья, но и сезон дождей. А вместе с ними новые истории залитых квартир. На проспекте Независимостью 74, например, обещали завершить все работы еще 27 числа. А крыши в доме нет уже три месяца. Квартиры заливает каждый дождь. Тот же проспект, дом 151, каждый дождь течет в тамбуре «Ливневка». В прошлом году залило коридор в квартире. Все повторяется заново. Замазывают, но ничего не помогает. Жильцы уже просто кричат о помощи. Ответа пока нет. А какие субкультуры были популярны в ваше время? Например, из своего подросткового возраста я помню Эмма, Готов и Панков. Их можно было встретить на улицах, о них говорили в новостях, а яркие фото передавали друг другу по блютуз. Сейчас новое время, новая субкультура. Каждый уже, наверное, слышал про квадроберов. А если нет, то коротко. Их главная фишка – подражание повадкам животных, ношение масок и костюмов. А порой квадроберы выходят за рамки игры. Например, могут наброситься на прохожих или на настоящих животных. Так где же находится та самая грань, когда квадробика превращается из невинной детской забавы в неадекватное поведение? На расследование отправилась Ксения Грузинова. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы оно не плакало. Видимо, на эту известную поговорку опираются современные родители, позволяя своим деткам надевать уши, хвосты, лапы и даже справлять нужду в кошачий лоток. Квадробинг. Что это? Опасная субкультура или непризнанный вид спорта? Или же просто очередные безобидные игры? Давайте разбираться. И снова в поле для обзора новых инфоповодов попал ТикТок. Кажется, он не устает нас удивлять новыми трендами. Только есть нюанс, что не день, то какая-то дикость. С некоторых роликов становится уже совсем не смешно. Особенно, когда это оказывается не просто кусочком хайпового видео, а целым увлечением и даже образом жизни. Речь идет о нашумевших в сети квадроберах. Для пояснения это дети. Но дети в образе, собаки или кошки, кому как нравится. Ребята становятся на четвереньки и начинают изображать братьев наших меньших. И кто-то скажет, и что? У нас у всех в детстве были игры, и все мы кого-то изображали. Да, безусловно так, не поспоришь. Но как вам такой поворот детских игр? Кажется, глядя на все это, без совета психолога не обойтись. Несмотря на то, что это движение очень молодое, ответ у специалистов уже есть. У психологического комьюнити уже сформировалось ясное видение того, чем является квадробинг для психики детей. То есть, в первую очередь, это неофициальный вид спорта. Далее, вокруг этого выросла субкультура. То есть, касательно положительных моментов. Дети, это вот возраст 6, 7, 10, 12 лет, ведущей деятельностью является именно игровая деятельность. То есть, в этой деятельности дети обучаются, в этой деятельности дети реализуют себя, насколько это позволяет их возраст. То есть, касательно непосредственно квадробинга, они совместно с родителями делают себе костюмы. Это достаточно увлекательно и интересно. Они проводят какие-то активные тренировки. То есть, квадробинг включает в себя еще и элементы кроссфита, и элементы аэробики. То есть, с этой точки зрения, это абсолютно нормальное, здоровое явление. Мнение общества тоже разделилось. Одни советуют прибегать к жесткому воспитанию, другие абсолютно уверены в адекватности таких развлечений детей. И, мол, ничего в этом плохого нет. Ну, а родители поощряют и даже покупают всенужную атрибутику на масс-маркетах. Продавцы предлагают разные варианты игровых наборов – от 15 до 50 рублей. Ну, так может, ребенка за эти же деньги отдать в спортивную секцию? Квадробинг, спорт же вроде получается. Ну, ну, всегда было какие-то развлечения. В наше время были эмо. То есть, всегда это было, ну, это нормально. У молодежи есть свои интересы. Они всегда... Мне нечего добавить. Ну, потому что в наше время тоже было. Я вот одевал широкую одежду, прокалывал уши в 13 лет. Знаете, я считаю так, что если ребенку это интересно, главное, чтобы это было без фанатизма. То есть, одна задача, когда ребенок переодевается в котика, в собачку, но когда это заходит там до поедания кошачьего корма, до испражнения на улицах, это уже too much. И родителям, скорее, стоит обратить внимание именно на это, потому что все-таки, как бы это ни было, от чего-то супер-хорошего это не несет. Поэтому я не скажу, что я супер-негативно к этому отношусь. Все-таки все разные, увлечения у всех разные, вопросов к этому нет. Но основная задача все-таки, чтобы это не доходило до порчи в целом общества, скажем так, чтобы люди этого не пугались, вот, и это никому не мешало. Хочется верить, что герои этой игры без фанатизма вживаются в свои роли и действительно не несут негатива для окружающих людей. А то, что мы видим в ТикТок, всего-навсего очередной хайп и борьба за лайки. В противном случае ребенка будут ожидать неприятности в детской комнате милиции, а родителям придется оплатить штраф с кругленькой суммой. Некоторые подростки настолько вживаются в роль, вовлекаются в игру, что иногда, имитируя повадки животных, могут причинять телесные повреждения, проявлять агрессию по отношению к прохожим, другим гражданам, могут повреждать какое-то имущество. В этой связи хочется напомнить и несовершеннолетним, и их законным представителям, что у нас в Республике Беларусь такие действия могут лить за собой ответственность. То есть у нас установлена административная ответственность статьей 19.1 Кодекса Республики Беларусь административных правонарушений за мелкое хулиганство. То есть нарушение общественного порядка, какие-либо оскорбительные, навязчивые приставания граждан, иные действия, они могут лить за собой ответственность для несовершеннолетнего в виде наложения штрафа. Более того, когда у нас хулиганские действия сопряжены с причинением насилия, повреждением имущества, они могут лить за собой уголовную ответственность по статье 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. И даже собаки в шоке от такой истории. Но, тем не менее, квадробинг сегодня широко вошел в массы, а в интернете создаются целые тематические сообщества, где подростки публикуют свои фотоотчеты и назначают новые места встреч. Возможно, этим играм придали уж слишком большое значение. И все не так трагично, как нам с вами кажется. Мусоропроводы, рассадники тараканов, грязи и болезненных бактерий. Этот факт уже слышали все. Но в Минске остаются дома с действующими мусоропроводами. Например, на улице Неманской, 19. По информации нашего отдела мониторинга, жители этого дома регулярно находят тараканов. Пока было лето, ползающие могли и жить в мусоропроводе. Но с наступлением холодов полезут туда, где тепло – в квартиры. По данным ЖКХ, в этом году в планах законсервировать более 400 мусоропроводов. Возможно, уже скоро многострадальный дом избавится от проблем с тараканами. А в конце, уже традиционно накануне выходных, наш обзор уикенда. Куда сходить, что поесть и как провести время? С балкона в самом центре вечернего Минска. Откуда видно все. Оксана Канашец. Погрузитесь в цветы осени. В эти выходные в Центральном ботаническом саду пройдут экскурсии по коллекции корейских хризантем. На экскурсии посетители смогут познакомиться с многообразием сортов и их отличиями, а также особенностями агротехники. Узнают легенды и факты, смогут отметить для себя понравившиеся сорта, чтобы весной купить для следующего года. Осень в Минске по-настоящему красивая. Новое заведение, которое уже покорило всех минчан и любителей фэнтези. Кофейня под вывеской «Платформа номер 9 и 3 четверти». На этот раз по фильму «Гарри Поттер». В меню то самое сливочное пиво, вкусная волшебная мандрагоура, распределяющая чизкейки и многое другое. Кстати, на нашем YouTube-канале вы уже можете посмотреть обзор этого уникального места от Дарьи Ашманкевич. Ну что, шалость удалась. 27-й ежегодный Манхэттенский фестиваль короткометражного кино в кинотеатрах с 26 сентября по 6 октября. Каждую осень более 100 тысяч кинолюбителей из разных городов мира объединяются в мировое зрительское жюри, чтобы выбрать лучший фильм и лучшего актера из финалистов. В программе представлены фильмы из 8 стран, объединенные общей темой «Наш внутренний мир». От драмы до комедии, от фантастики до реальных вдохновляющих историй получите и свой заряд энергии на эту осень. Смотрите, слушайте, читайте «Вечерний Минск». Здесь всегда самое интересное. Хороших вам выходных. Увидимся на нашем YouTube-канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова